Что вытекает из вагины? Выделение из влагалища – это нормальное явление. Они увлажняют стенки влагалища и защищают половые органы от инфекции. А также это способ самоочищения шейки матки и вагинальных стенок от продуктов жизнедеятельности женщины. В конце видео дам шпаргалку по выделениям. Нормальные выделения из влагалища бывают бесцветными, молочно-белого или бледно-желтого цвета в зависимости от фазы менструального цикла. Они могут выглядеть как слизь или комочки. Выделения у здоровой женщины практически не пахнут, разве что могут обладать слегка кисловатым запахом. Этот легкий запах может меняться в разное время цикла, и ты скоро поймешь, что именно для тебя является нормой. Запах не будет проблемой, если ты соблюдаешь правила интимной гигиены, о которых я уже рассказывала в прошлых видео. Сейчас подробнее о цикле. Каждому периоду менструального цикла соответствует определенное количество и структура выделений. Для первой фазы характерны скудные прозрачные выделения из влагалища, примерно половина чайной ложечки. Иногда это могут быть более белые выделения из влагалища, имеющие водянистую или слизистую структуру. Во время овуляции, это середина менструального цикла, выделения могут стать обильнее, почти полная чайная ложка в сутки. Они приобретают слизистую структуру, становятся тягучими, а цвет выделений из влагалища иногда становится бежевого оттенка. Во второй половине цикла количество выделений уменьшается, они становятся киселеобразными или кремообразными, но не всегда. В дни, когда выделения обильны, некоторые девушки используют ежедневные прокладки. Об этих убийцах вагинальной флоры я рассказывала в прошлом видео. Вот, посмотри. Важно обеспечить достаточный приток воздуха к области половых органов. Вместо этих прокладок носи лучше хлопковое нижнее белье и старайся не надевать слишком тесные джинсы и спи без нижнего белья. Таким образом, ты сократишь риск вагинальных инфекций и раздражение в области влагалища. Если у выделений появляется неприятный запах, изменяется цвет, появляется кровь или выделений становится много, возможно, у тебя инфекция. Обратись к врачу. Наиболее вероятной может быть молочница, это грибковая инфекция. Она часто возникает при перегреве интимной зоны, например, если ты постоянно носишь синтетическое нижнее белье или очень облегающие джинсы или ежедневные прокладки. Не путай простые выделения с кровенистыми, небольшим кровотечением из влагалища в промежутке между месячными. В этом случае стоит проконсультироваться с врачом, так как иногда такие выделения могут быть симптомом заболевания и иногда очень серьезного. А сухость во влагалище может начаться вследствие приема гормональных препаратов, контрацептивов. Количество выделений меняется и во время беременности, так как гормональный фон женщины меняется. При этом выделения становятся жидковатыми и обильными. А также очень важно знать, что после полового акта всегда специфические выделения, всегда. После незащищенного полового акта прозрачные густые выделения с желтоватым или белым оттенком. После защищенного акта белые кремообразные выделения. И это нормально, не нужно паниковать, если обнаружила у себя такие послеблизости. Еще важно не забывать, что структуры выделений из влагалища способны меняться после смены полового партнера. Это происходит за счет того, что во влагалище попадает новая незнакомая микрофлора и организм к ней просто адаптируется. Но возникновение неприятных ощущений и ярко выраженных выделений может свидетельствовать о заражении ЗПП, то есть заболевании, передающейся полным путем. Поэтому пули к врачу. Думаю, всем понятно, что выделения у женщины не должны быть болезненными, вызывать зуд, отек кожи или другие неприятные ощущения. Это может свидетельствовать только о патологии. Не вздумай уходить, лови шпаргалку и запоминай. Первое. Обильные белые, зеленоватые или гноевидные желтовато-коричневые выделения с неприятным запахом, сопровождающиеся зудом или жжением, болезненным мочеиспусканием. Это точно трихомониаз. Второе. Зуд и выделения густые, обильные, похожие на комки желтоватого творога, изматывающий интенсивный зуд половых органов и раздражение, это покраснение, отек наружных половых органов. Это, скорее всего, молочница, то есть кандидоз. Третье. И если количество выделений значительно увеличивается, цвет выделений серовато-белый или желтоватый, появляется неприятный рыбный запах, симптомы усиливаются после полового акта, значит, привет, бактериальный вагиноз. Четвертое. Если желтые выделения, часто сопровождающиеся болями внизу живота, болезненным мочеиспусканием, то это похоже на хламидиоз. Пятое. Умеренные пенистые желтовато-белые выделения, сопровождающиеся болями внизу живота, болями при мочеиспускании и нередко межменструальными кровотечениями, то это, скорее всего, гонорея. Шестое. Если выделения разнообразны, жидкие, водянистые, иногда густые, гнойные, часто зловонные, нередко с примесью крови, то, скорее всего, это кальпит. Седьмое. Беспокоит зуд, чувство жжения или жара в области половых органов, то, скорее всего, это острое воспаление. Восьмое. Онкологические заболевания внутренних половых органов часто сопровождаются жидкими, как вода, обильными выделениями. Береги свое здоровье и при наличии тревожных сигналов и симптомов обязательно запишись к врачу-гинекологу. Не затягивай.